Ты же когда-то был таким же человеком, который просто сидел, смотрел какое-то видео, видимо, ну или тебя позвали, порекомендовали, неважно, но суть не в том, ты считай практически новичок, да? Что было вкратце в двух словах до того, как ты начал самостоятельно в жизни свое дело делать? И опять же впечатление за эту неделю и ближайшие планы на месяц. Хотя, в принципе, ты не новичок, и тебе такие вопросы можно было бы не задавать, но так как за месяц уже достиг какого-то такого результата довольно-таки серьезного за короткий срок, поэтому вот такие вопросы. То есть что было до бизнеса у тебя, о чем ты вообще думал, что ты искал, ну вот что-то такое, свои внутренние какие-то мысли, впечатления от этой недели и четкие сформулированные планы на ближайший месяц, которые вот надо сделать, и все. Ну вообще до этой возможности, которую я нашел, я занимался, был в одной из своей компаний, потом в другой, то есть на протяжении где-то полутора лет, просто искал возможность, в которой можно зарабатывать хорошие деньги, тысячу в неделю, скажем, для начала и более. Вот, то есть были две сетевые компании, далее от сетевого бизнеса открестился я, вот, и начали пробовать свои фишки, свои темы, вот, искали в интернете. Были разные варианты. Последнее, что мы делали, это купили букет из мягких кружек, ну не мы делали, конечно, там у нас были девушки флористки, которые букеты эти готовили нам, то есть, ну там было вообще в линейном, в линейных вещах в этом бизнесе, да, много всяких нюансов, которые приходится делать самому, либо своим людям, в общем, много всяких ненужных вещей, бумаги, там, ну, оформление, бухгалтерия, все-все-все, вот, и когда с этой штукой у нас были букеты из мягких игрушек, небесный фонарик, там открытки, много-много всего продавалось через интернет, вот, и было много суеты всякой, а по сути свободного времени вообще ноль, и денег, ну тоже, и те деньги, которые хотелось бы. И речь стояла об интернет-магазине открывать, то есть, по-серьезному это развивать, либо что-то другое. И однажды после футбола, в футбол побегали с ребятами, и с моим будущим спонсором ехали в машине, вот, и Игорь, рассказал, его зовут Игорь, вот, он натолкнулся как раз-таки на объявление Жанны, где-то в интернете, вот, и он рассказал об этой возможности, об этой системе прав ТВ, вот, ну и вдвоем особо виду не придали, так поговорили. Ну вот что вы подумали сразу, вот, увидели объявление, что вы сразу подумали? Мы подумали, что есть какая-то возможность, есть, вот, и что-то люди зарабатывают, да, и просто она есть и все, вот, что-то люди зарабатывают, она есть и все, и особого такого-то сверхъестественного значения, я думаю, что руки все, а справа не придали. Через какое-то время опять ехали все с того же футбола, вот, мы по четвергам играем футбольщик там у нас, и вот подъезжаем уже фактически, да, в наш район, где мы живем, я говорю, Игорь, давай мы же, ну, где-нибудь поболтаем, что-то домой не хочется, давай поговорим, вот, надо что-то с финансами делать, вот, в итоге на машине, в машине прямо мы сидели, то есть остановились, нашли место и разговаривали, вот, и конкретно вот хотели, хотел я уже разобраться, когда опять вспомнили эту возможность, на что она есть, разобраться, и что это за вещь такая, FFI какой-то, потому что на тот момент мы ничего об этом не знали, вот, ну и далее разобрались просто-напросто в этой теме, вот, и к Алексею в Речицу съездили, Гуманенко, и после того, как мы уже приехали из Речицы, просто, ну, мозги так немножко повернулись, и конкретно возможность была там, в Речице просто у нас было, так скажем, мероприятие, на которое мы даже не могли попасть, вот, но для нас была сделана такая скидка, вот, поэтому все-таки получилось, то есть нам могли попасть голд-партнеры, вот, и только голд-партнеры, вот, это были... Ну, это не сравнимо с тем, что там было, вот, сейчас, вот на этой неделе, вот, что изменилось за последнюю неделю, вот, давай, именно здесь. Теперь то, что было на мероприятии, да, на спецтренинге у нас в Харькове, в отеле Артуа, тут, словами, во-первых, чтобы это познать, нужно здесь быть, вот, а если на словах, на словах для меня, ну, суть в том, что, во-первых, я понял, как нужно работать, как это делать, какое отношение должно быть, и что нужно вообще делать, чтобы был результат конкретно, тот, который ты хочешь. Это раз. Также, мало техники, мало каких-то навыков, вот, нужно, чтобы еще отношение самое главное было к этому, и, ну, состояние у тебя внутреннее должно быть, что у тебя получалось. Самое главное отношение и то, что у тебя в голове, вот, а не просто какие-то действия, перебирание кнопок. Простое перебирание ничему не приведет. Ну, по сути, да, два месяца. Ну, два месяца. Сколько людей, вот, к тебе, сколько тебе людей сказали, что это все фигня и у тебя там не получится и так далее? Ну, сколько? Количество, просто среднее. Если бы я считал уже, это больше 150-200 точно было. Ну, в районе 200 человек тебе сказали, что это фигня, на сегодняшний день ты сидишь вот в таком месте, имеешь возможность целую неделю, как бы, находиться в окружении людей, ну, здесь все имеют такую возможность, которая зарабатывает, типа, тысячи в день, да? Вот, что самое важное. Поэтому стоит ли вот этому человеку, который сейчас в поиске и видео смотрит, брать во внимание там 100, 200, 300 мнений, там, которые ему же скажут, что, слышь, Серега, ты куда-то не туда полез, ты завязывай, лучше на работе оставайся. Ну, то есть, суть такая, если одним словом на этот вопрос ответить, то нафиг этих людей нужно послать и самому разобраться в этой теме и работать, это раз. А если отвечать более красиво, что ли, то просто, если деньги нужны, то тогда нужно действовать своей головой и не слышать тех людей, которые, ну, если студент он, да, то, как правило, ну, мамы просят, чтобы в клуб сходить, либо заказать себе там пиво-бокал, ну, если пиво не пьет, то водички, колы, вот. А слушать тех людей, которые что-то достигли здесь, которые могут тебе помочь. Ну, вот как раз и о студентах. Сколько ты? Чуть больше месяца в теме. Ну, да. Ты попроще сделай лицо, потому что тысяча баксов за месяц не дают тебе возможности делать серьезное лицо. Да, хорошо. Расслабься. Потому что ты зарабатываешь в тысячу раз больше студентов, своих одногруппников, так это еще не должно сеть как президент. Ну, а ты расскажи, что у тебя было до того, как ты, ну, как ты вообще в тему, как ты в эту тему нашел? То есть, как ты нашел тему, в которой можно зарабатывать деньги в интернете? До января я вообще не знал, что такое ситевой маркетинг, что как можно зарабатывать. Я учился в универе, знал одно, что всем 30 надо встать, но я вставал сейчас 30, потому что я пробежки делал. А знал одно, что сходил на учебу, пришел, поспал, там что-то немного когда-то открыл, пошел на тренировку, сходил, все. Но я задумался об одном, как же так? Я окончил университет, окончил университет. Я смогу так уделять время спорту, как я хочу. Я знал одно, что я буду там с 8 утра до 21 вечера сидеть, мне никто не будет давать свободы. А я птица, которая хочу летать свободно по всему миру, везде пропутешествовать, ощутить от жизни все ее тропические соки. Вот как бы так. И вот, ну судьба, я искал, я думал, может заняться бизнесом, но я не знал, что делать. И вот судьба мне подарила встречу. Встречу с одним человеком. С человеком, который мне изменил жизнь. Теперь он мой друг, я даже скажу, это мой лучший друг, Алексей Будаев. Я с ним встретился, вот он сидит. С ним встретился сначала, я к нему пришел, получается, за помощью, потому что я искал, кто бы мне помог на экзамене. А так как Алексей парень толковый, он разбирается в той науке, которую я просил, он мне решил помочь. И я заметил, что он занимается бизнесом. И я как раз заинтересован, а что, как, потому что я стремился... Почему ты не сказал, что он занимается фигней, там, какой-то лохотрон или ерунда какая-то... А потому что я знал, что кто-то ездит на красивых машинах, значит, здесь всегда заработки. Есть везде всегда мясо. Вот так вот я считаю. Я не начал говорить, я слышал, что человек занимается, я начал спрашивать, что мне Алексей делать, как мне продвинуться, как мне стать лучше. Он мне на тебе визит. Есть. Вот я часто думаю об этом. Если бы мы... У меня есть в общаге хорошие друзья. И если бы они рассмотрели эту тему, чем я занимаюсь, то они смогли бы так же, как я, вместе со мной гулять по Харькову, путешествовать. Вот. Но я надеюсь, что в будущем они рассмотрят эту тему, и мы будем вместе дружить и путешествовать по всему миру. Я вас жду, друзья.